Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа по разработке мобильных приложений. Обязательно подписывайтесь на все мои соцсети и Яндекс.Дзен, новый канал, все ссылки есть в описании. Меня в последнее время начали очень много спрашивать о том, что будет со сферой мобильной разработки в нынешних условиях санкций. Стоит ли теперь вообще заходить в эту сферу, то есть сферу андроид разработки. Давайте поговорим об этом, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе, андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, при самом плохом сценарии, в нынешних условиях санкций и ограничений, работа на себя, то есть такой небольшой ваш малый бизнес, когда вы работаете именно над своим именем, над своими проектами или вы занимаетесь заказной разработкой на заказ. Так вот, этот подход это лучший вариант, к которому вы можете прийти. Если вы работаете на компанию, например, менеджером, экономистом, продавцом или на любой рабочей специальности, вы не знаете всю правду о делах вашей компании и очень даже возможно, что компания, чтобы оставаться на плаву, будет сокращать расходы и сокращать кадры. И очень вероятно, что может сложиться такая ситуация, при которой вас сократят или уволят. И чтобы не оказаться, скажем так, на дне и столкнуться с массой проблем, самым лучшим вариантом будет в нынешних условиях подстраховаться и освоить современную профессию, одной из которых, конечно же, является андроид-разработчик. И начать, в принципе, на себя работать удаленно, да, то есть заниматься именно разработкой, например, в данном случае, мобильных приложений под андроид. Можно начинать, уже будет этим заниматься как совместительство, да, а потом и вовсе перейти на эту деятельность, уволившись со своей основной работы, конечно, если до этого вас не сократят. Работая на себя, вы точно будете понимать, какие у вас дела складываются, вы будете планировать, сколько вам брать заказов, какую работу вам совершать, с кем работать, когда работать, то есть вы будете полностью понимать, что вас ждет завтра. Кроме того, такой подход позволит вам жить свободно и регулировать самостоятельно свои финансовые потоки, и даже существенно сэкономить, так как вы будете работать из дома. В общем, работа на себя, это, наверное, лучший вариант в нынешних условиях. Кроме того, идеальным вариантом будет даже переезд из города куда-нибудь, скажем, любой поселок, либо в населенный пункт, туда, где обязательно есть хороший интернет. Таких вариантов очень много. То есть вы начнете жить свободно, делать то, что хотите, разрабатывать продукты, которые хотите работать, с кем хотите, и жить в максимально экологически чистой обстановке. Также вы должны понимать, что в современных условиях построение вот такого своего маленького бизнеса или личного дела, или такой самостоятельной занятости, это наилучший вариант. Тем более, это связано с тем, что российский рынок предоставления, скажем так, IT-услуг сейчас очень сильно очистится и перезапустится. Эта очистка дает огромные возможности по выходу на этот рынок, и особенно на рынок разработки мобильных приложений. Нужно не упустить этот момент и успеть зайти в этот поток. В идеале это нужно сделать до конца этого 2022 года. Итак, а в какую сферу лучше всего зайти? В современных условиях я вижу две сферы. Это разработка андроид-приложений и разработка сайтов. Из этих двух сфер я бы выбрал разработку андроид-приложений, так как в отличие от сайтов, эта мера позволяет, помимо разработки приложений на заказ, еще создавать свои проекты, приносящие пассивный доход без вашего участия. В сфере разработки сайтов вы также можете создавать свои проекты, но они будут не настолько серьезными и прибыльными, как андроид-приложения. Поэтому, если вы хотите подстраховаться и не ложить все яйца в одну корзину, и оставить для себя возможность получить прибыль и от заказной разработки, и от своих проектов, тогда вам нужно выбрать мобильную разработку, и в данном случае разработку мобильных приложений под андроид. Нынешние условия открывают нам уникальную возможность выйти на очищенный рынок и продвигать свои мобильные приложения. Кроме того, если вы хотите работать на иностранный рынок и думаете, что все закончилось, я вас хочу переубедить, потому что на самом деле есть множество вариантов работать с теми заказчиками, даже которые не хотят работать по тем или иным причинам с русскоязычным исполнителем. Есть несколько вариантов выхода на иностранный рынок. Если вас это интересует, о том, как выйти на иностранный рынок и выводить деньги из-за рубежа в Россию, даже в нынешних условиях, то пишите мне, я вам расскажу, как это сделать. Это все, конечно, хорошо, но для того, чтобы выйти на рынок, нужно подготовиться. Как я сказал ранее, нужно успеть выйти на рынок до конца года. Для выхода на рынок вам нужно иметь все необходимые навыки, в данном случае мы говорим про андроид-разработку. Нужно иметь в портфолио хотя бы две работы и хотя бы два отзыва. Нужно завести действующий аккаунт на одной из биржи фриланса и сделать это так, чтобы в момент выхода на фриланс, когда вы будете выходить на фриланс, у вас уже прошел срок после регистрации вашего аккаунта, примерно полгода. То есть в идеале вы, когда только задумываетесь, идете обучаться, сразу забудете аккаунт на фрилансе, обучаетесь и примерно через 6 месяцев выходите уже на этот фриланс, уже не с сырым аккаунтом, который только что зарегистрирован, а который уже имеется на этой бирже некоторое время. Также вам понадобятся настроенные социальные сети ВКонтакте, возможно YouTube или даже Яндекс.Зен. И вот с этим всем уже можно выходить на рынок, когда у вас есть прокаченные соцсети, когда у вас есть настроенные соцсети, есть аккаунт на бирже фриланса, есть портфолио с двумя работами, есть два отзыва и вы, конечно же, можете разрабатывать мобильные приложения под Android. Теперь по срокам. Обучение на Android разработчика, если вы обучаетесь у меня, у вас займет от 3 до 6 месяцев примерно. То есть если вы начнете обучаться сейчас, тогда вы станете Android разработчиком в крайнем случае до сентября. После этого у вас будет 2 работы в портфолио, одна для сферы услуг, другая для интернет-магазина. Это, скажем так, самые популярные заказы на рынке. Также у вас будет 2 реальных отзыва и настроенный аккаунт на фрилансе, а также правильно организованные социальные сети. Кроме того, я научу вас, как брать самостоятельно заказы, либо на фрилансе, либо напрямую у заказчика. Также и всех тех, кто заканчивает обучение у меня по премиальной программе и сдают выпускную работу, я принимаю в свою команду разработчик, где вы сможете работать над заказами и получать доход. То есть если вы идете по этому пути, то тогда вы успеете зайти на этот рынок. Если обучаетесь самостоятельно, то нужно быть готовым к тому, что вы выйдете на рынок примерно через 1,5-2 года. Я советую вам не дожидаться, пока ситуация в экономике немного ухудшится и компании начнут массово сокращать людей. Лучше всего подстраховаться и выучиться на современную актуальную профессию андроид-разработчика, которая позволит вам работать на себя на постоянном потоке заказов или создавать свои проекты, приносящие вам доход без вашего участия. Подумайте об этом. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. Всем пока.